Ну, я поддерживаю традицию, в общем-то, все держится на традициях и на повторении, некая такая кристаллическая решетка, поэтому я думаю, что я правильно делаю, что всегда снимаю здесь, когда спускаюсь по эскалатру в метро Трубное. Ну вот, да, все еще студент, все еще, в общем, все по-прежнему, я столь же юн, что и 20 лет назад, в общем, все это ты уже знаешь. Сейчас времени уже 12 час, я чем и занимался? Блин, друг мой, занимался я литературным творчеством, и как-то я, конечно, наверное, беру на себя лишнего, но хотелось бы мне что-то все-таки своять, и кое-что начинает получаться, кое-что начинает получаться. Сейчас я, значит, захожу с нескольких сторон, то есть я уже написал один эпизод, в общем-то, я его так, такую главку я уже сформулировал. Сейчас второй эпизод, и уже вижу некое соотношение между ними, то есть там речь идет о двух молодых людях, но из разной социальной прослойки, что называется. Так вот, просто это получилось волей-неволей, и поэтому я тем более доволен. До чего мне это? Трудно сказать, потому что книги сейчас никто не читает, но, тем не менее, если бы мне удалось написать роман, то было бы, конечно, круто. Но, опять же говорю, с трудом и понимаю, как это все получится, с тем учетом, что сегодня я был в тяжелейшей апатии, скажем так, что называется. Фактически говоря, лежал в луже мочи, так можно в переносном смысле об этом сказать. И ничего не получалось, все безнадежно, а на самом деле ничего не безнадежно. Я уже который раз возвращаюсь к тому, что мне нужно утром подскакивать и целый день просто ударно трудиться, как умалишенный. Вот, что мне нужно. Поэтому в очередной раз себя на это настраиваю и в очередной раз предсказываю, что, скорее всего, это не получится. Ладно, сейчас буду сидеть читать. У меня с собой Уилки Коллинз, роман «Женщина в белом». Решила себя побаловать новой книжкой. Тем более, что, в общем, старые все я уже дочитываю нормально, поэтому можно побаловать и новой. Следующая станция «Вселитинский бульвар». Так, что? Вот. Ладно, ребята, давай. Все.